Это Алена Кирика. Она индивидуальный предприниматель. Шесть лет она работает в сфере торговли. У нее три бутика. Один в Тараклии и два в соседнем городе Кагуле. Хотелось открыть что-то свое. Проработав на нескольких предприятиях, поняла, что работать на кого-то немножко сложно. Нужно работать на себя для того, чтобы можно было расти. Подумала, что максимально было бы проще всего для меня в 23 года, по-моему, это было приехать обратно в свой город и открыть то, что нужно для людей. У нас в Тараклии была проблема именно с тем, чтобы приобретать, скажем так, элементарно вещи, обувь и так далее. Первая необходимость для людей. Почему это выбрала? Потому что себя помню. При первой необходимости одеться, надо было выезжать из Тараклии куда-то. Приняв решение открыть свое дело, Алена, имея на руках первоначальный капитал без какой-либо поддержки, приступила к достижению своей цели. Зарегистрировать свое ИП оказалось совсем непросто в 2012 году. В Молдове сложно. Почему? У нас нет никакого плана для новых предпринимателей, что нужно собрать по всем документациям. То есть ты идешь в одну инстанцию, тебе говорят, ну, нужно такой пакет документов. Ты готовишь, соответственно, там делаешь необходимые документы, дальше тебе никто не говорит, куда дальше идти. Дальше ты опять методом тыка и, скажем так, спрашиваю всех подряд, где нужно, что нужно. Тебе, конечно, советуют, но, опять же, нет четкой информации поэтапно, куда нужно тебе обратиться, в какие службы. Для того, чтобы быстренько, максимально открыть фирму и начать работать. Целеустремленность и настойчивость девушки, несмотря на все препятствия, привели к тому, что спустя полгода после открытия первого бутика в Тараклии, она открыла еще два в Кагуле. Однако сейчас Алена все чаще подумывает о закрытии. Доходов практически нет из-за миграции людей, а помощи со стороны ждать не стоит. Я думаю, что на сегодняшний день государство, это не его первоначальная задача, а для того, чтобы развивался малый и средний бизнес. И я, скорее всего, так скажу, что все идет к тому, что малый и средний бизнес, наверное, в скором будущем будет просто вымирать. С тенденцией последнего года, как очень многие, закрываются точки. Я не могу сказать, что я тем же не задумалась над тем, чтобы закрыть свои, по крайней мере, одну или две точки. Увеличиваются с каждым годом налоги, которые мы платим государству за любой, скажем так, мелочек. Ввиду того, что кризис, который создало, опять же, государство само. Поэтому страдаем мы. Большой бизнес как был, так и остается большим бизнесом, потому что на сегодняшний день, я думаю, что тенденция такова, что большой бизнес находится у верхов, а верхи свой бизнес не дергают. Поэтому единственный доход, который может получить государство от предпринимателя, это малый и средний бизнес, которые не защищены. Покупательская способность Южного региона одна из самых низких, отмечает предприниматель. Плюс миграция, плюс постоянные проверки со стороны контролирующих органов приводят не к самым радужным выводам. Могу так сказать, что с учетом наших способностей и возможностей, находясь мы в другой стране, мы уже давно были бы успешными, действительно предпринимателями. Находясь в Молдове, ну это, по мне, это как рыба об лед. Сколько не бейся, максимально ты не вырастешь. Если работа действительно официально и как надо. В Молдове малые и средние предприятия составляют около 97% всех предприятий. Их доля в валовом внутреннем продукте достигает 32% и обеспечивает рабочими местами 55% от общего числа работников экономического сектора.